Привет, друзья! Наконец-то увиделись. Без рекламы и былого шума на Али полным ходом идет распродажа 11.11, которая в этом году растянулась аж на две недели. Похоже, вместе с Галкиным в Израиль уехала вся команда верстальщиков и программистов, и наш любимый Алик катится в пропасть с убогим интерфейсом и отсутствием фильтров, что усложняет задачу по поиску годноты. Но это не отменяет тот факт, что заказывать из Китая значительно выгоднее, и сегодня будет целая россыпь дешевого железа, которую вы можете взять со скидкой у китайцев на злоотечественным ритейлерам. На связи МК, этот выпуск выходит при поддержке вашего лайка, подписки на нашу телегу и ВКонтакте. Поехали! И начнем с процессоров. Народный топ за свои деньги в лице шестиядерного Ryzen 5 5500 еще больше подешевел, и теперь его можно найти чуть дороже шести тысяч рублей с купоном продавца. Если хочется чего-то больше, за семь с половиной тысяч отдают Ryzen 5 5600G, фишка которого – отлично интегрированная графика Vega 7, которая способна справиться с новинками в HD, а классическими играми можно понаслаждаться в 1080. И да, не забываем, что конкретная цена будет в корзине. Только там применяется скидка в 200 рублей от 2000. Если вам больше нравится Intel, они тоже есть на Али. Например, быстрый шестиядерный 12400F обойдется в 10 с половиной тысяч. Вытянет даже RTX 3080 и отлично дружит с DDR4. Шесть ядер вам мало. Что ж, за 12 с половиной тысяч можно взять восьмиядерную холодную ряженку 5700X, которую любимый DNS продает за 25 тысяч рублей. То есть ровно вдвое дешевле. Отличный процессор на долгие годы вперед. Предпочитаете Intel? Что ж, за 15 тысяч с купоном продавца берется 10-ядерный Core i5-12600K. Этот красавец вытянет и RTX 4090. При этом повышенным жором, как свои старшие собратья, он не отличается. Но если хочется совсем-совсем топ, есть 12-ядерный Core i7-12700K за 22 тысячи рублей. В России такой обойдется в 35 тысяч. Хорошо, без чего не работают процессоры? Правильно, без материнских плат. Покупать их на Али мы вам не советуем, но если они новые и свежие, и самое главное, значительно дешевле, то можно рискнуть. Начнем с новой платформы Intel LJ1700. Под нее можно взять компактную плату на B660 с кучей фаз питания и четырьмя модулями ОЗУ за 9 тысяч рублей. При этом разгон памяти будет доступен и поддерживается народная DDR4. Есть и чуть более бедный, но и дешевый вариант, тоже от ASRock за 8 с половиной тысяч. В DNS, кстати, такую отдают за 12. В случае с AMD можно глянуть на платы с чипсетом B550, благо на Али они стоят столько же, сколько у нас с B450. А PCI Express 4 уже не поворачивается язык назвать лишним. Хорошее решение от Asus с радиаторами и четырьмя слотами под ОЗУ обойдутся в 8 тысяч, на целых 7 тысяч дешевле, чем в оранжевом магазине. Идем дальше. Оперативная память. DDR5 это что-то на богатом, а вот дешевый DDR4 на Али хватает. Причем даже от брендов второго эшелона, типа не так, который предлагает один модуль на 8 гигабайт 3200 мегагерц, за полторы тысячи, а два выйдут уже 2800. Нужно больше золота, то есть объема не проблема. Там же модуль на 16 гигабайт 3200 мегагерц стоит 2200, а царские 32 гига можно набрать дешевле 4500 рублей. Хочется окунуться в мир китайского ноунейма? Нет ничего проще. 4 гигабайта DDR4 2666 можно найти за жалкие 700 рублей, а 8 гигабайт DDR4-3200 за 1300. Но тут нужно помнить, что чипы в таких планках меняются от партии к партии, так что лучше сразу набирать весь нужный объем и забыть в будущем про апгрейд, особенно если вы нацелены на разгон ОЗУ. Разумеется, не забывают китайцы про большое количество владельцев систем с DDR3, которые желают проапгрейдиться. Найти такую брендовую память в магазинах за адекватный прайс сейчас нереально, а вот на Али сколько угодно. Так, модуль на 8 гигабайт с частотой в 1600 МГц можно найти дешевле 1000 рублей. Отличная возможность подарить FX-у третью жизнь. После процессоров и памяти пора поговорить о видеокартах. С учетом того, что не ликвид после майнинга уже продают на развес, ожидаемо, что на Али цены на БУ приятно удивляют. Например, лже RX 580 на 8 гигабайт можно найти чуть дороже 4000, а потасканную GTX 1660 Ti дешевле 9. Разумеется, брать такой хлам себе дороже. Картам по 5 лет они ветераны крипто-лихорадок, нередко идут с неродными вертушками и биосами. В общем, китайцы сбывают весь неликвид, какой могут. Поэтому брать стоит только новые версии или те модели, на которых никто и не думал майнить. Например, миниатюрная RX 6500 XT с купоном дешевле 12 тысяч. Только не забываем, что ей желательно дать PCI-Express 4 для полного раскрытия. Хочется чего-то производительней? Дешевле 23 тысяч можно найти новую RTX 3060. Да, бренд не самый лучший, но цена вкусная. Есть и промежуточный вариант брендовая RX 6600 за 19 тысяч. Для тех, кто не признает трассировку, это на 7 тысяч дешевле даже скидочной цены в ДНС. А если вы совсем шикуете, можно взять RX 6700 XT за 28 тысяч. Эта карта уже спокойно справится с 2К разрешением. А следующий колондайк это SSD. Китайцы отлично освоили производство дешевых накопителей, так что тут цены приятно удивляют. Где еще можно найти решение на терабайт за 2,5 тысячи? Даже жесткие диски стоят дороже. Впрочем, ставить на такой накопитель систему или хранить важные данные я бы не стал. Шанс, что они отправятся в кремниевый рай, достаточно велик. Так что такой накопитель стоит брать разве что как игровое хранилище. Можно зайти из другого конца. Например, топовый SSD Samsung PM981A, OEM аналог 970 EVO+, можно найти всего за 5,5 тысяч рублей на терабайт. И это прям топ жир под систему и любые рабочие задачи. Разумеется, хватает и промежуточных накопителей, например, от NeTag, которые стоят на полторы тысячи дешевле. Но в реальных задачах разницы Samsung, видимо, все равно не будет. Если хочется больше объема скорости в потолок, есть дешевое NVMe решение на 2 терабайта за 9 тысяч. Но если нужен саташник, это тоже не проблема, не так предлагает терабайт за 3,5, а 2 терабайта за 6 тысяч. Да, это не самое быстрое решение, но как файлы помойки идеальны, а играм там практически без разницы. Но если не хочется собирать по всему Китаю компьютеры, нужна портативность, можно взглянуть на ноутбуки. Например, отличный ультрабук от Huawei с шестиядерным Ryzen 5 5500U 16 гигабайтами ОЗУ и SSD на 512 гигов с Full HD экраном и металлическим корпусом можно забрать дешевле 45 тысяч. Причем доставка будет из России. Из минусов не наша вилка и нет русской расплатки, но это легко решается переходником и гравировкой. Если любите больше Xiaomi, что ж тут есть варианты на шестиядерном 5600H и восьмиядерном Ryzen 7 5800H за 45-50 тысяч. Металлический корпус, 16 гигов ОЗУ и отличная 2К матрица. Минусы все те же, да и доставку придется ждать из Китая. Хочется все же поиграть? Есть игробуки. Например, за 70 тысяч можно взять ноутбук с Core i5 11400 с 16 гигабайтами памяти и RTX 3070. Есть и экран на 144 Гц и да, вы не ослышались, тут стоит десктопный процессор, который в будущем можно легко поменять на более быстрый i7, да и мобильная RTX 3070 выступает на уровне взрослой RTX 3060, так что проблем с Full HD и с новинками не будет еще долго. И под конец то, за что мы так любим Алик. Бесконечная мелочевка, которую постоянно заказываешь и заказываешь в надежде, что когда-нибудь это пригодится. Вот, например, 5 метров липучки для проводов за 20 рублей. Хватит даже внукам. Или, например, метровые кабели Type-C с поддержкой тока до 6 Ампер за 60 рублей с купоном. У кого нет этих кабелей? Ну, про запас, почему бы и нет? Про внешнее АКБ я уже просто молчу, это прям топ первых заказов с Алика, ибо дешевый качественно тот же Базеус на 10 тысяч махов с быстрой 20-ваттной зарядкой можно взять дешевле 700 рублей. Разумеется, есть и более полезные вещи, например, 5 RGB-вертушек с удаленным управлением за 1800 рублей. Хватит, чтобы ваш ПК слегка приподнимался при их включении. Или, например, крепкий кронштейн с газлифтом для мониторов вплоть до 30 дюймов за 1600 рублей. Полезно, если родное крепление не дает нужной свободы перемещения. У меня такой двойной. Можно найти недорогие мониторы, например, качественное решение от Xiaomi с Full HD IPS-панелью на 21 дюйм всего за 6 тысяч. Также китайцы дюжи хороши в создании компактных ПК. Конечно, поиграть на них не получится, а вот как офисные машинки, которые можно закрепить позади монитора, они идеальны. И стоят они совсем недорого. Например, модель на свежем 4-ядерном Celeron с 8 гигабайтами памяти можно урвать за 12 тысяч. Такой малыш потянет даже 4К видео, да и обработка в фотошопе ему по зубам. Если обилие портов и быстрый SSD на 512 гигов вам не нужен, можно сильно сэкономить и уложиться в 8 тысяч. К слову, к мониторам и телевизорам еще можно подключить стик от Xiaomi. Небольшая приставка на Android, которая и 4К-фильмы тянет, и даже игрушки. Хорошая замена обычно плохому, встроенному в ТВ-железу. Дешевле 3 тысяч. Что еще выгодно брать в Поднебесной? Мышки. Например, у нас топовый беспроводной грызун от Logitech стоит от 4 тысяч, а на Али почти вдвое дешевле. И нет, это не подделка. Оригиналы работает с официальным софтом. Короче, текущая распродажа явно удалась. Под этим роликом вы не найдете ни одной реферальной ссылки. Все они сейчас под роликами у Зиончиков. Но если серьезно, после ухода основных инвесторов из Алиэкспресс Россия, в первую очередь это Алибаба с долей почти в 50%, наш Алик начал стремительно деградировать. И есть ощущение, что делается это специально. Поэтому пока еще есть возможность. Почему бы и нет? Интересных предложений еще очень много. И если вы нашли что-то занимательное, делитесь с нами в комментариях. Список всего железа я хитро опубликовал в нашей телеге. Я уверен, что когда вы лениво перейдете на этот байт, вам там понравится. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Читайте нас в Телеграм и ВКонтакте. Еще увидимся. Пока.